Дело в том, что никогда у человечества не было такой возможности заглянуть, ну, я не знаю, в чужую спальню, да, или заглянуть в чужой мир, как сейчас. Мы все сейчас стали и вынуждены заглянуть. А, это беременно, а, это разводится, а, это... И потом интерес человека вообще строится на конфликтности. Кто-то конфликтует, да, вот заметьте, или там, я не знаю, сбивает машину несчастного человека. И тоже обращаешь... Это же неприятно смотреть, но образуется всегда какая-то команда людей, которые будут просто наблюдателем. И что из этого? Это конфликтность. Это то, на чем построена вся драматургия жизни. Потому что драматургия строится на столкновении. Поэтому, конечно, это людей волнует. Ну, с Макаревичем понятно, да, вот он ярко поддержал там Украину против, значит, нашего взятия Крыма и так далее. Но есть же другие люди, которые, вот как я, поддержали, наоборот, тех людей, которых я знала буквально с юности, которые 22 года жили под гнетом этой Украины в Крыму. И они вышли на улицы и так далее, и так далее. Поэтому я считаю, что сейчас как раз возможность выбора, с кем ты, колоссальная. Вот. У тебя должен быть вектор. Вектор – это твое сердце, твое отношение. И твоя, в общем-то, уже наработанное какое-то отношение к этому. Не просто Крым, а Крым, в котором я снимала все свои фильмы. А Крым, который завоеван нашими офицерами в Крымской войне. А Крым, который пролит сколько крови во время Отечественной войны. И так далее. То есть ты сразу, у тебя одна картинка. А у молодежи, у которой нет картинки, им сказали, у тебя отобрали Крым. У тебя лично отобрали Крым. О, пошла. Вот тебе, значит, это факел, вот тебе наклейка, иди и завоёй обратно. То есть он не будет разбираться, что, чего, как. Историю он не читал. Но всё же самый большой грех, я считаю, это невежество. Это ещё пять тысяч лет назад Будда сказал. Невежество – это самый большой грех. Потому что ты не знаешь, но ты уже выступаешь на чьей-то стороне. Но ты не знаешь ситуации, которая там. А вот если ты знаешь ситуацию, которая там, и ты выступил против, ты просто другая сторона, да, другая сторона, которая тоже может быть. Но это, пожалуйста, тогда все шишки воспринимай. Ты же выступил на другой стороне. Вот и всё. Спасибо.